Целью данной реакции правосоздания геосроматных тестов способна создать жизнью. Впервые идея создания устройства, способного журналистов к истории производить молнии, пришла в полу сердцевую учебу Николу Песла. Им было разработано устройство, названное устройство к созданию года 60-60 и потенциала, и спатентовано в 1896 году. Схема оригинального устройства представлена на слайде. К сожалению, она нарисована до введения международной системы обозначения, поэтому попробую вам рассказать, что на этой схеме и что. Большой квадратик в центре – это вторичная обмотка геосроматра Тесла. На фотографии, увы, она отсутствует, не влевла франка. Контур этого квадратика – это первичная обмотка. Под ними решеточка – это изонансная емкость. На этой фотографии видны два коричневых пролипипеда с белыми зарядками. Два кольца – это дроссель. Сверху диск – это управляемый разрядник, в данном случае в центре фотографии. Ну и, разумеется, точка А – это источник питания. По современной классификации данного устройства относится к классу искровых катушек Тесла. Т.е. колебания в первичной плотке возбуждаются исковым промежутком. ИСК коммутирует зарядные батареи конденсаторов на первичную обмотку. Возникают засухающие колебания. Следующее. С развитием технологий стали известны радиоламбы. Стало возможно применение радиоламб в качестве нуждающего генератора колебаний. Как нам в данном устройстве в качестве лампы используется генератор колебаний как А71. Общая схема устройства предоставлена на слайде. Как видно, она представляет для себя двор с деталей. Не представляет ничего сложного. Однако, работают ламповые катушки Тесла только если в соблюденном кроется 2000 генератор. Т.е. при изменении одного из параметров схема перестает удовлетворять требования. Следующий. С развитием технологий появились полупроводники. Они вытеснили лампы из большинства сфер применения. То же самое произошло и с катушками Тесла. Полупроводниковые катушки Тесла отличаются от ламповых возможностями и, разумеется, массово-габаритным параметрам. На данном слайде предоставлена фотография моей полупроводниковой катушки Тесла, разработанная много раньше, представленной здесь. Общая схема состоит, грубо говоря, из трех основных элементов. Под цифра 6 – это силовая часть. Это именно тот блок схемы, который отвечает за создание вынуждающей колебаний. Под номером 1 обозначена та часть схемы, которую условно можно называть мозгом. Она говорит силовой части мышцам, когда переключать ключи. И отдельное устройство, которое не отображено в данной схеме, но является неотъемлемой частью катушек полупроводниковых – это парирователь. Грубо говоря, это устройство, которое говорит о катушке, когда работать. Его функция может быть из имена тунера включения-включения. Теперь проследим, какие же детали обычных полупроводниковых катушек Тесла есть в моей двухрезонансных полупроводниковых катушек Тесла. По фотографии 3 показана силовая часть устройства. Силовая NGPT-модуль, способный коммунировать сотни ампер в частотах близких к 100 кГц. Два белых циминдра – это электроэлектрический конденсатор, который выполняет функцию фильтра, а также включены по схеме удвоительные напряжения. Кирпич рассчитан на 1200 вольт, поэтому использовать его от бытовой сети в 310 – как-то печально. Поэтому он питается от 620. Черный паралебют – это пленочный конденсатор, необходим для разглаживания возникающих периодов напряжения в моменты приключения из-за ненулевой индуктивности монтажа. На второй фотографии показаны платы драйвера. Драйвер – это как раз-таки мозг. Данные платы были заказаны по моему проекту в Китае и успешно применяются в этой конструкции. В них реализованы такие интересные функции, как предикция переключения в нуле тока и защита от превышения тока. Таким образом, если ток в первичном изнасток конденсаторе начнет расти неограниченно, сработает защита, и конструкция поздравлющится, дожидая следующий сигнал-скурирователь. На следующей фотографии показана общая компоновка, на которой видна силовая часть, маленький алюминиевый бокс, в котором скрыт ранен, и резонансная емкость. Ну и, разумеется, на четвертой фотографии общая конструкция. Должен сказать, что двухрезонансные катушки по Tesla от простых SSTC отличаются тем, что они не могут работать в непрерывном режиме. Просто SSTC не является, по сути, резонансным трансформатором, а они имеют в себе только один контур. А в случае с D-SSTC устройство может функционировать и без вторичной обмотки, поскольку не является себя независимой конструкцией, два независимых контур. Поэтому в ходе тестирований вторичная обмотка была заменена металлическим объектом и используется в качестве инфрационного нагревателя. Ну что ж, для функционирования данного устройства необходим лаборатором это трансформатор, который используется в начальный момент времени для зарядки сетевых, для зарядки вытрующих конденсаторов. Новый дубль, на котором открыт софт Quase, который воспроизводит MIDI-файлы. Измельный MIDI-переходник, MIDI-прерыватель, оптический патч-код, который осуществляет связь прерывателей и конструкций. Необходим для гармонической развязки управляющей частью и силовой. и бросим слабые сетевительные коллеги. Сейчас я продемонстрирую ее в работе. Будет достаточно громко. И отбегает. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok